меня зовут марина сегодня мы с вами поговорим об ультразвуковых и микроволнах и рассмотрим основные да и рассмотрим основные принципы ультразвуковой и микроволновой активации химических процессах и так если для химии это достаточно новое направление то под повседневности мы буквально опутаны этими волнами радары локаторы для обнаружения взрывных устройств мобильная спутниковая связь спутниковое наблюдение средства беспроводной передачи информации генерируют огромный поток микроволн в окружающем нам пространстве в быту мы используем микроволновые печи для разогрева пищи промышленности микроволновое излучение используется для стерилизации продуктов и медицинских инструментов также для спекания керамики ультразвуковые волны используются животными для общения и ориентации в пространстве в медицине для лечения и диагностики в промышленности для ультразвуковой резки и сварки поиска дефектов материалов в сонарных системах для исследования обнаружения подводных объектов давайте сначала подумаем а что же такое волны волны это колебания частиц среды и они бывают продольными и поперечными в случае продольных волн например ультразвуковых и звуковых волн направление колебания частиц среды и направление распространения самой волны совпадают для поперечных волн направление колебания частиц среды и направление распространения волны взаимно перпендикулярны вспомним морские волны они относятся к поперечным электромагнитной волны также являются поперечными волнами в них вектор то есть направление колебания электрической составляющей и магнитной составляющей а также направление распространения самой волны находятся во взаимно перпендикулярных плоскостях микроволны также являются электромагнитными волнами низких энергий в диапазоне длин от нескольких миллиметров до метров с частотами от 300 мегагерц до 300 гигагерц так как длины волн микроволнового излучения намного больше чем внутри атомные и внутримолекулярные расстояния мы не можем говорить о прямом влиянии микроволн на процессы внутри атомов и молекул также микроволновое излучение не является ионизирующим так как его энергии попросту недостаточно для того чтобы ионизировать вещество микроволновый нагрев возможен для поглощающих микроволновое излучение веществ то есть состоящих либо из полярных молекул либо из ионов полярные молекулы это нейтральные молекулы в которых есть центры положительных и отрицательных зарядов ну например молекула воды мы они еще позже поговорим а йоны это заряженные частички при прохождении электромагнитной волны полярные молекулы ориентируются вдоль электрической составляющей электромагнитного поля а йоны колеблются в поле результате возникает сильное трение между частичками появляется передача тепла и происходит разогрев то есть ваш чай микроволновки нагревается обычной силой трения в чем же у нас преимущество микроволнового нагрева по сравнению с обычным обычный нагрев у нас происходит за счет передачи тепла в среде за счет конвекции когда у нас есть потоки жидкости они соприкасаются и тепло передается между этими потоками также при обычном нагреве тепло сначала и быстрее передается окружающей среде и стеночкам сосуда а уж потом нагревается наше вещество то есть получается что обычный нагрев он медленный и энергетически неэффективный в случае микроволнового нагрева микроволновое излучение поглощает вещество само сквозь прозрачной стенки сосуда причем чем вещество более полярное тем лучше она поглощает микроволновое излучение и тем лучше нагревается и выходит что микроволновый нагрев он прямой объемный быстрый эффективный то что нам нужно неоспоримым преимуществом микроволнового нагрева также является возможность нагрева растворителей перегрева выше температуры кипения при атмосферном давлении так например этиловый спирт мы можем перегреть на целых 20 градусов выше температуры его кипения также конструкции современных микроволновых реакторов лабораторных позволяет нам еще больше при повышении давления перегревать растворители так химическая реакция в таком реакторе в этиловом спирте может приходить и при 180 градусах для чего нам нужно такое повышение температуры чем выше температура тем быстрее движутся и сталкиваются молекулы а значит вероятнее и быстрее происходит реакция и если микроволновый микроволновый нагрев нам действительно помогает разогреть реакцию курочку в печи то не стоит повторять этого на котиках теперь о звуке звуковые волны проходят а у да звуковые волны проходят сквозь твердое газообразное или жидкое вещество в виде механических колебаний ультразвуковые волны относятся к продольным волнам и если частоты звуковых волн выше 20 килогерц то мы говорим об ультразвуке большинство лабораторного ультразвукового оборудования работает в частотах от 20 до 100 килогерц в среднем каком же механизм заводействия ультразвука и жидкой среды звуковая волна проходит через любую жидкость виде циклов разрежения и сжатия при этом фазе разрежения может возникнуть настолько сильное отрицательное давление которого будет достаточно для того чтобы преодолеть силы сцепления между молекулами жидкости и в результате в образующихся густотах будут формироваться расти и схлопываться вот такие вот микро пузырьки этот процесс и называется кавитацией в результате схлопывания таких пузырьков выделяется огромное количество энергии которая передается соседним молекулам жидкости увеличивая скорость их движения в результате такие быстрые молекулы сталкиваются со своими соседями те со своими соседями и очень скоро мы имеем систему очень быстро движущихся молекул а следственная химическая реакция проходит быстрее если в нашем растворе присутствуют какие-то твердые частички то возле их поверхности пузырьки схлопываются неравномерно в результате у нас генерируются очень высокоскоростные потоки жидкостью поверхности которые способствуют ее разрушению и если в химии это явление также способствует протеканию реакции то в технике кавитация разрушает грибные винты судов и лопасти турбин применение микроволновых ультразвуковых волн рассмотрим на примерах разработок украинских ученых в том числе из нашего института и микроволновое излучение в частности используется на этапе синтеза лекарственных препаратов так при применении микроволнового нагрева в синтезе его время сокращается с нескольких дней часов до нескольких минут так был оптимизирован способ синтеза флокалина украинского аналога зарубежных препаратов которые помогают при лечении ишемической болезни сердца и гипертонии сейчас в мире в мире известен только один препарат который обладает таким механизмом действия это не карандил поэтому разработка нашего украинского препарата позволит нам не только эффективнее следить за своим здоровьем но еще и сэкономить деньги после того как мы синтезировали лекарственный препарат нам необходимо его тщательно высушить то есть удалить влагу с поверхности и изнутри вещества поверхностная влага удаляется сравнительно быстро и и удаление может проходить сутками так как молекулам воды никто не так-то просто добраться из объема вещества к его поверхности сквозь молекулы самого вещества но микроволновое излучение позволяет сократить время процесса в 10 раз как же это работает а почему так происходит вот здесь на слайде представлены промышленные промышленные аппараты которые были разработаны учеными из нашего института для микроволновой вакуумной сушки а также разработанная нашими учеными технология такой сушки при действии обычного нагрева сначала эффективнее разогревается как мы помним поверхность самого сосуда и слой вещества возле него молекулы воды в объеме разогревается значительно хуже поэтому очень трудно пробираться к поверхности при действии микроволнового нагрева эффективной энергии мы передается самому веществу а тем более молекулам воды которые более полярны далее мы еще помним что так как молекулы воды у нас полярные они ориентируются вдоль электрической составляющей электромагнитного поля и соответственно им как солдатикам запрещено двигаться влево вправо вот им нужно сосредоточить всю свою энергию для того чтобы двигаться к поверхности вот так эффективно получается ну и последний пункт это микронизация фармсубстанций фармсубстанция это действующее вещество любого лекарственного препарата задумывались ли вы когда-нибудь почему байеровский аспирин намного дороже и настолько же эффективнее чем наша ацетилсалициловая кислота дело в том что эффективность любого твердого препарата принимаемого перорально зависит от скорости его всасывания в стенках желудка и кишечника и здесь чем мельче частички препарата тем быстрее он всасывается поэтому на данном этапе является актуальным разработка технологий микронизации фармсубстанций то есть измельчение вещества с целью получения монодисперсных частиц то есть таких частиц которые находятся в определенном интервале размеров и они сами определенного размера в нашем случае это 1 5 микрометров максимум на данный момент на западе имеются более эффективные технологии чем простое механическое измельчение в украине таких технологий еще не очень развиты и сейчас они исследуются в нашем институте и в нашем примере мы проводим микронизацию фармсубстанции кокорбоксилазы методом контролируемой кристаллизации при помощи ультразвука и микроголл в начале мы проводим концентрирование раствора кокорбоксилазы при помощи постепенного добавления вещества растворения и повышения температуры и мы получаем насыщенный раствор то есть такой раствор в котором вещества находится больше чем в ненасыщенном дальнейшее выпаривание растворителя приводит к тому что мы получаем пересыщенный раствор в котором растворенного вещества настолько много что эта система очень нестабильная и любые возмущения могут привести к тому что мы получаем осадок сейчас в промышленности просто нагревают растворы фармсубстанции и получают пересыщенные растворы со степенью присущения в 1 и 2 далее на них быстро действуют охлаждение и частички осаждаются но в очень большом интервале размером от 20 до 500 микрометров не очень хорошо если мы применяем микроволновое нагревание раствора фармсубстанции то мы можем достигнуть пересыщение в 3 и 2 это уже хорошо почему просмотрим позже при быстром охлаждении частички осаждаются уже в классном таком более интервале размеров до 6 микрометров в среднем если мы просто нагреваем наши растворы при помощи обычного нагревания а дальше действуем ультразвуком для того чтобы осадить фармсубстанцию то также нас устраивает интервал размеров осаждаемых частиц поэтому почему бы нам не скомбинировать микроволновый нагрев для концентрирования и ультразвуковую кристаллизации и действительно частички осаждающиеся получаются в интервале размеров до 2 микрометров то что нам нужно как же это работает сейчас будет сложно во первых нужно понимать одну вещь что кристаллизация начинается на особых центрах кристаллизации ими могут быть любые микропримеси в растворе частички нерастворенного вещества стеночки нашего сосуда и любые неровности на них и даже участки где есть скачок температуры размер частиц получающегося осадка и зависит от соотношения количества таких центров кристаллизации и скорости их роста в кристаллы если выше скорость роста имеем большие кристаллы если выше скорость образования зародышей мы получаем много мелких кристаллов микроболновое излучение помогает достичь нам высоких степеней пресыщения то есть наше вещество не осаждается раньше чем нам нужно за счет того что мы свели к минимуму все возможные факторы появления центров кристаллизации так как у нас нагрев более равномерный нет скачков температуры нет конвекционных потоков и других неоднородностей вещество пока не осаждается однако однако для чего же нам нужны такие степени пресыщения чем более пресыщенный раствор тем быстрее молекулы нашего вещества растут в кристаллы и что получается когда мы действуем ультразвуком формируется много наших капитационных пузырьков и начинается повальная кристаллизация во всех местах сразу и мы получаем маленькие кристаллики но их очень много ну а это то что нам нужно вот поэтому таким образом мы можем контролировать вот эти параметры количество зародышей кристаллизации и скорость их роста поэтому кристаллизация и называется контролируемой существует еще очень много примеров применения ультразвука и микроволн в химии промышленности а также можно бесконечно долго говорить в интересных открытиях наших ученых о которых вы в принципе можете почитать в блоге украинского ученого-физика антона свиненко и в других источниках спасибо за внимание вопросы сейчас вот ну пересыщение раствора это значит что у нас раствор пересыщенный содержит там допустим на 20 процентов больше растворенного вещества чем насыщенный то есть уже больше нельзя тут дело такое это спасибо интересный вопрос очень вот как было в случае как раз контролируемая кристаллизация когда мы нагреваем микроволновым излучением у нас сведены к минимуму все факторы которые могут повлиять на внезапную кристаллизацию то есть у нас нагрев эффективный нету каких-то скачков температуры не образуются вот такие вот микро пузырьки которые обычно образуются при обычном кипении вот и поэтому когда нет зародышей кристаллизации жидкость может немножечко перегреваться вот поэтому например нежелательно так вот сразу если вы достаете чашку с чаем или с водой из микроволновки там сразу в нее руку там сразу пить или там ложку положите что вы в ложку вносите центр кристаллизации появляется и вас бурное вскипание жидкости происходит вот вот так вот скажите пожалуйста механические колебания фарм индустрии используются ну например вибрация на частотах порядка 10 100 герц и вообще в этом плане можно ли провести если какая-то разница принципиально между механическими колебаниями в данном случае или и звуковыми если то и то распространяется в среде ну я уверена что механические колебания также используются не только фарм индустрии там есть целый раздел химии такое называется механохимия влияние механических колебаний механических воздействий на протекание химических процессов физических процессов то есть почему бы нет также используются различия фундаментально это у нас механические колебания это у нас колебания в принципе тоже механические но уже звуковые вот ну собственно вот так вот спасибо и